Говоришь о проблемах? Готовься к ответу. Старшего фельдшера ЦРБ Локтевского района Анастасию Карпову ждет прокурорская проверка. После того, как она дала комментарий порталу Толк без согласования с руководством. Проверят и всю больницу. Несколько дней назад фельдшеры местной скорой пожаловали СМИ на зарплату, условия работы и большие нагрузки. Моя коллега Юлия Щепина сегодня работает в Локтевском районе. По иронии судьбы, именно сегодня там проходила проверка Краевого Минздрава. Ранее сотрудники писали, что не видят зарплату в 31 тысячу, которую им приписывает региональное ведомство. Старший фельдшер обращался к руководству ЦРБ в больнице в необходимости скорейшего проведения ремонта, чтобы машину, которая новая была, Соболь, вывели на линию. В это время, получается, вместо этого Соболя, который находился на ремонте, давали старые машины УАЗ, машины «Газель», которые, можно сказать, плохо оборудованы, которые сами также ломались. Еще то, что жалоба наша в том, что мы недовольны отчетом тем, которое сделало Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, кстати, сейчас в конференц-зале обсуждают вопросы. Ну вот, хотелось бы, конечно, с ними пообщаться по поводу этого, потому что, ну, реально то, что зарплаты, которые они там указали, 31 тысяча и более, мы такие зарплаты не получаем. Сколько вы лично получаете? 20 тысяч. На одну ставку 160 часов примерно начислено. 160 часов – это сутки-трое? Сутки-трое, да. А если вот работаем, когда начинается отпуска, через двое суток, то есть мы дополнительно пишем соглашение, то есть получается, ну, дополнительно получается бумажка на совместительство. То есть работа получается, нам доплачивают порядка около, ну, 4-5 тысяч. То есть за дополнительные 80 часов. То есть если мы 160 часов работаем, получили 20 тысяч, а за 240 часов мы получим где-то 24-25 тысяч. О состоянии машин скорой сотрудники уже говорили журналистам. Ранее фото этих авто опубликовал портал Толк. Сейчас одна из фельдшеров, кто открыто заявляет о проблемах, Анастасия Карпова, готовится к прокурорской проверке и испытывает повышенное внимание со стороны руководства больницы. Дисциплинарное взыскание, хотят с меня якобы, что я обратилась в СМИ и предоставила фотографии, где вообще доказательства, что это я это делала, и что в прокуратуру якобы я обратилась тоже, пояснение дать объяснительное. Ну, сейчас пришло уведомление, что мне нужно объяснительное написать по поводу, почему наряды, карты не полностью закрыты, хотя это все регулярно делается фельдшером скорой помощи. Наших водителей скорой помощи вызвали сейчас в прокуратуру дать объяснение, они опросят их по поломках машины, которые были в прошлом. Тема настолько больная, что в редакцию сегодня позвонили жители Локтевского района. Инициативная жительница Татьяна Цуканова неоднократно обращалась, по ее словам, в Минздрав и в корне не согласна с информацией в ответах. Сама она недовольна качеством оказания помощи в поликлиниках. Все подробности сообщим в следующем эфире. Завтра Юлия по возвращению из Локтя расскажет о том, что думают обо всем происходящем сотрудники скорой. Свой комментарий дали и те, кто приехал с проверкой из регионального Минздрава.